Привет, друзья, с вами Ваймс, и это вновь Рисков Раин. В прошлый раз был стрим, на котором я открыл много всего интересного, включая всех персонажей в игре, которые у меня были не открыты, и пачку хороших предметов, и пачку всяких обилок, и всё там подобное. Но сегодня дальше по порядку пойдём. В прошлом видео до стрима был изобретатель? Была. Изобретательница? Не уверен. Так что сегодня наёмник. На самом деле я уже один раз попытался записать это видео, и оно довольно плохо кончилось, потому что рипы-рипы, и ещё больше рипов, и никакого прогресса. Может быть в этот раз будет лучше. Так что гоу. Причём я хочу попытаться играть на Монсуне. То видео, которое рипы-рипы, оно тоже было на Монсуне. Так что да, мы посмотрим. В общем, максимальная сложность. Будем разбираться. Наёмник это милишный персонаж, и он в этом плане очень неудобен. У него нет ничего адекватного, чтобы сражаться с летающими противниками. А летающих противников тут примерно, не знаю, две трети врагов в игре. Но будем немножко страдать. В общем, что у меня есть? Двойной прыжок, лазерный меч, который делает комбо из трёх ударов. Третий удар наносит бонусный урон и вешает на противников дебаф. Попадание по которому наносит ещё больше бонусного урона. Любой атакой попадания. И также снижают все мои кладауны. Вихрь это просто ауешка. Ослепляющая атака это дэш тройной. Если я попадаю им, то я могу его ещё раз сделать, и потом ещё раз сделать, если второй раз попал. Но только если я попадаю к противнику. И потрошитель это спам, который даёт мне неуязвимость. Улоки здесь это не касаться земли 30 секунд, что на самом деле не так уж сложно. И пройти призматическое испытание с запасом здоровья не менее 100%, то есть не получать урон. Призматическое испытание это дейлик, который вот здесь доступен. И наверное, если тут правильные артефакты, то может быть можно попробовать. Но сейчас здесь неправильные артефакты, я уже проверял. Но по сути тут 5 артефактов. Обычно 5, по-моему. Может быть их разное количество, но вроде бы должно быть 5. 5 артефактов активно. Ещё немножко модификаторов каких-то. И нужно 2 уровня пройти. И если здесь артефакты типа команды, которые позволяют выбирать предметы и глаз, который стекло, который в 10 раз больше урона, но в 5 раз меньше хп или что-то подобное, то наверное можно было бы трайнить. В остальных вариантах, не, я буду получать урон. Ну ладно, поехали. Разберёмся. 30 секунд держаться в воздухе, это единственное, что я в этом ране буду пытаться делать, потому что больше ничего я не могу пытаться. Но посмотрим. В общем, R самая прикольная и самая эффективная билка вот так вот делает. Спам вот так вот делает. Тот круг на противнике был тем самым дебафом, который снижает кулдауны и наносит до хрена урона. И мой дэш работает таким вот образом. Он ещё и станет. И он дэшит, и если я попадаю, то я могу ещё раз дэшнуться какое-то время. Не обязательно в противоположную сторону. Главное, что могу. И благодаря этим дэшам и всей моей встроенной мобильности не падать на землю вполне получается. Но проблемы начинаются, когда спавнится какие-нибудь виску, потому что дэшем их, конечно, можно убивать, но неудобно. И у него кулдаун в 6 секунд. А эр их тоже неплохо убивает, но тоже кулдаун в 7 или 8 секунд вообще. Обычными атаками не очень получается. Ну ладно. Энергетик первый предмет. Это вполне шикарно. Также правая кнопка, если я её на земле использую, то она делает такой вот двойную крутилку горизонтальную. Если в воздухе, то она меня чуть-чуть подбрасывает выше. И это иногда полезно. Но не всегда. Телепорт здесь. Хочу ли я что-то ещё сделать перед тем, как его трогать? На самом деле, наверное, да. По крайней мере, вот тот сундук открыть. И очки взять. Я даже не видел, что там третье, но очки это явно более хороший вариант. 10% крит-шанса. Колючая проволока наносит врагам урон, когда они наносят урон мне. Что довольно юзабельно. Вот так примерно. Довольно юзабельно, но не супер нужно. И босс этот странствующий бродяга. Это летающий босс, так что этот ран, видимо, закончится примерно здесь. На самом деле, посмотрим. Во-первых, я могу спамить дэш. Во-вторых, я могу спамить это. И всякие другие вещи. Проблема в том, что он может тоже спамить всякие вещи. И отчего у меня как-то нет. И также тут миллион висповс их. Чит-скан атакой. К счастью, он не ваншотится. К счастью, босс. Не ваншотится. Моя обилка, которая эр дает мне неуязвимости, это полезно. Так, дэш вниз, дэш вперед. Эр. Правая кнопка. Еще разок. Дэши. Эр. О, вот она неуязвимость. И вот он босс. И я не был 30 секунд в воздухе все это время. То есть я был какое-то время в воздухе, но не 30 секунд. Оказалось, должно было засчитаться. Но, видимо, нет. Ладно. Висп. Блуждающий огонек. Довольно хороший предмет. Враги взрываются после смерти. Наносят кучу урона. Неплохие мауя. Так что это вполне позволяет эффективно зачищать группы. Ладно. Я возьму вот этот сундук. Мясо. Один из самых трэшевых хелищих предметов. Оно дает, типа, реген в 1 хп в секунду. Или что-то типа того после убийства врага на какое-то время. Так что это печально. Но зато аптечка это один из лучших хелищих предметов. Она хилит фиксированное количество хп. Плюс процент от максимума. После получения урона. То есть я получаю урон. Проходит секунда или типа того. И потом я хилю, собственно, какие-нибудь там 10 хп. Плюс 5 процентов своего макс хп. Или что-то подобное. И из-за того, что это какой-то процент от максимума, это очень даже неплохо. Можно застакать большое количество аптечек и получать, по сути, фулл хил при получении урона. Окей. И вот тут начинаются проблемы, потому что диско. Я могу часть из них убить своими обилками, но потом у меня фуллдауны включаются. Ну ладно. Этот предмет очень, очень юзабелен на наемнике. В отличие от всех остальных персонажей. Блин, можно? Ну да, так что я хотел бы накопить 53, что я уже сделал и купить. Фокусирующий кристалл, или как он называется? Кристалл средоточения. По сути, то же самое. Но он увеличивает урон в ближнем бою. И я милишный персонаж, я всегда в ближнем бою. Так что это вполне неплохо. На остальных персонажах это один из худших предметов в игре, потому что в ближнем бою им как-то не нужно быть большую часть времени. Но на мерке это просто супер. Потому что я почти всегда в ближнем бою наношу урон. Единственный вариант, когда я не в ближнем бою наношу урон, это когда я запускаю какие-нибудь там ракеты или еще какие-то другие проки. Типа укуляля. Которые летят и наносят урон врагам где-то на другом конце карты. Но большая часть урона это все-таки ближний бой. И буст урона там достаточно хороший, чувак. Дай мне денег. Буст урона у этого кристалла типа 50% или что-то подобное. Окей. А хочу ли я накопить сейчас на этот сундук? Не особенно. Я хочу активировать телепорт и потом, может быть, вернуться к этому сундуку. Это было бы более хорошим вариантом. Там мультишоп. Энергетик, бомба. И... Не уверен, что третья. Еще одна бомба. Нормально. Каменный титан. Единственное интересное и полезное, что было в том видео, которое я записал за мерка, но не стал выкладывать. Это тот факт, что против титана не стоит юзать дэши. То есть его стоит убивать вот таким вот образом и все. Потому что если я делаю дэши, то он начинает использовать лазер. И когда я вот так вот вплотную к нему... А он использует лазер, то убежать от него у меня как-то не получается. Хотя в некоторых ситуациях стоит использовать дэши, чтобы оказаться вплотную к нему. Ну и сейчас тут, в принципе, место удобное. Потому что колонна. За которую я могу сбежать. Окей. А батарея... Улучшает мой активный предмет, которого у меня нет. Так что прямо сейчас это ничего абсолютно не делает. Но это очень хороший предмет, когда у меня есть что-то активное. Так что дальше цель найти что-то активное. Потому что эта батарея добавляет второй заряд моему активному предмету. И также уменьшает его кулдаун. Окей. У меня уже есть энергетик, так что я возьму бомбу. Дополнительный урон. С задержкой. Когда я попадаю к противнику, на нем спавнится бомба. С шансом? По-моему, с шансом. И через секунду она взрывается. И наносит довольно адекватный урон. Но она не может прокать другие предметы. Это ее серьезный минус. А всякие укулеля и прочие ракеты могут прокатить другие предметы. Окей. Есть ли здесь какие-нибудь сундуки? Я не вижу. Так что, видимо, я вернусь к тому одному, который... Который я видел. Подберу его и свалю. Светилища можно потрогать. Где он вообще был? Еще энергетик. Скорость. Скорость спринта конкретно. Не помешает. Зубы монстра дропают сферы... Сферы здоровья из убитых врагов. И это как бы хил. И, по-моему, даже довольно терпимый в плане количества хила. Но это сферы из врагов, которые мне нужно подбирать. С другой стороны, я милищный персонаж, так что... Так что, да. Там сундук еще был. Для меня это будет работать, по крайней мере. Окей, утилизатор. Я сдам мясо сразу же. Потому что оно очень трачевое. И все. Больше у меня нет плохих предметов. Ну, зубы, опять же, можно было бы сдать. Так, медведь. Это явно то, что я тут хочу купить. Потому что... Потому что выживаемость. Также я хочу заработать немножко денег на все это. Так что я спрямлю сюда и убью всех, кто тут. А потом дальше поднимусь. Ну и перед тем, как покупать медведя, я все-таки куплю все остальное. Броня снижает урон на 5, по-моему. Или на 4. Одно из двух. Собственно, весь получаемый урон снижает на эту цифру. Что не очень много. Но весь получаемый урон, это весь получаемый урон. Включая всякое там горение. Которое, в принципе, дамажит, там, не знаю, по 5 КП или что-то типа того. Так что от дотов помогает. А очки еще одни. Еще плюс 10 шанса. Это всегда хорошо. Наверное, я все-таки хочу накопить на медведя и пойти дальше после этого сразу же. И он должен быть 104, как эти сундуки. Но хотя, блин, я хочу чуть-чуть пофармить, на самом деле. Потому что тут сундук, там еще один мультишоп чуть дальше. Так что мне стоит, по крайней мере, вот этих от врагов убивать. Медведь это шанс, по-моему, 13% или 15% что-то такое. Не получить урон. И он стакается нелинейно. То есть каждый следующий дает меньше. И это его единственный минус. Но если бы он стакался линейно, то можно было бы собрать 10 медведей и... Ну или сколько-то медведей. И не получать урон вообще. И это было бы достаточно читерством. Магазин. Дополнительный заряд правой кнопки. Это тоже вполне круто. Учитывая, что я уменьшаю себя кукдауны. Иногда. Это вообще круто. Так что здесь еще один кристалл. Думаю, да. Опять же, я всегда в ближнем бою. Поехали. Искать телепорт, который я понятия не имею, где находится. Ненавижу эту карту в этом... В этом плане. А можно я буду... Видимо, нельзя. Буду прыгать на прыгалке. Но, видимо, нельзя. Ладно. Так, я хочу активный предмет купить здесь. Раз тут есть... Хрен с активностью... Стоп, стоп. Телепорт вот там. Окей. Теперь я знаю, где он. Как я его не увидел до этого? Возможно, я его не увидел до этого, потому что тут... Блин, на карте все оранжевое, как партикли телепорта. Ну, по крайней мере, я знаю, куда мне. А накопитель прионов, почему нет? Ловите, чуваки. Второй заряд есть. На босса. А бомбы или баннер? Бомбы еще одни. Вроде бы они должны ставиться с шансом применения. И баннер мне, в принципе, не особенно нравится как предмет. Окей, полетели обратно. Ну, накопитель прионов это... Примерно самый дамаговый активный предмет, который есть в игре. Так что его найти это вполне неплохо. Ну, ладно, я куплю еще одну аптечку. И берет хрень. И пока половина хп хрени. К сожалению... Все довольно плохо. Потому что этого хватило, чтобы перевести хрень в режим, что она вытягивает хп. Ну и так же хрень и здесь дверь, это тоже не очень хорошо. Ну ладно, сойдет. А, окей. Наверное, не стоит ловить все, чем эта хрень стреляет. А, заморозка, нет. Окей. И она опять вытягивает хп. Вернее, нет дэша. Вот, есть дэша, чтобы свалить. На самом деле, диноход не так уж много хп вытягивает. По-моему, он это делает один раз. В принципе. И он-то всегда делает, когда у него меньше какого-то процента хп остается. Ну, теперь у него не ноль хп? Вау. Удивительно. Ладно. В тронтаж враги дропают ящики с патронами, которые восстанавливают мне все мои кулдауны, кроме предмета. Хуже, чем кажется, потому что дропаются они странно и исчезают очень быстро после этого. Так что подбирать их не особенно получается, большую часть времени. Ладно, я просто свалю. Тут больше ничего нет нигде, вроде бы, поблизости. Обижать аж туда мне не хочется. Там явно есть какие-то предметы. Но далеко. Бездонные глубины. Хороший вариант четвертого уровня. Потому что сундук с гарантированным красным предметом это намного адекватнее, чем босс с гарантированным красным предметом. Потому что босс там немножко неадекватный. Понятно, во сколько времени на его убийство уходит. Сундук, конечно, тоже фармить нужно какое-то время. Но обычно значительно меньше, чем убийство босса. Окей, я на самом деле не буду ждать, пока я накоплю на этот сундук, который наверху. Потому что это сундук с хилкой. У меня, в принципе, с отхилом все нормально. Вау, браслет. Интересная фишка наемника в том, что мой третий удар в комби, который вешает дебаф, он работает как увеличение урона моей следующей атаки. Не так, как крит, например, или кристалл, который увеличивает этот урон после всех остальных модификаторов. А он именно увеличивает базовый урон моей следующей атаки. Так что браслеты прокают с абсолютно любой атакой наемника после этого дебафа. Потому что дебаф дает плюс 350% урона по противнику. А для того, чтобы прокнул браслет, нужно нанести 400% урона. Так что если... Ну и как бы все мои атаки наносят хотя бы 50% базового урона. Так что да, если я подаю какой-либо атакой абсолютно любой после этого дебафа, то это прокает браслеты и наносит огромную кучу дамага. Ну, в плюсове, что браслет не на куда у них. Окей. Откроем это. Еще одна батарейка. Ну, теперь у меня три заряда у прионов. Это неплохо. А сколько стоит сундук, мне интересно? Легендарный. 3000. Ладно, будем копить. А при этом, по-моему, без дебафа никакая моя атака не может прокнуть. Прокнуть браслеты. Без учет других предметов, естественно, потому что браслеты может прокнуть, например, ракета. И она может быть браслет в проку. По-моему, практически любой моей атакой. Ок. Ок. А также все мои дополнительные атаки вроде бы не прерывают мою комбу. В том плане, что я могу просто держать левую кнопку и делать другие атаки. И левая кнопка будет продолжаться с того момента, на котором она остановилась. Потому что если я просто отпускаю левую кнопку между ударами, то я все время делаю только первый удар в комби. Так что в целом полезно просто всегда держать зажатый. Левую кнопку мыши. Пригрязомерка. Ну ладно, лунар. Это неплохо. Половина легендарного сундука у меня уже есть. Там сейчас останется, не останется, а окажется полный трэш какой-то. Я уверен. Но посмотрим. Вдруг не полный трэш, вдруг что-нибудь хорошее. Потому что там могут быть несколько предметов, которые сделают меня просто супер крутым. И несколько предметов, которые просто неплохие сами по себе. Окей. 1700. Я пойду крабов убью вот этих вот. Одного краба. Мне казалось, отсюда больше, чем от одного прилетало. Не надо. Возможно, я ошибался. Ну или она просто не отсюда прилетала, откуда-нибудь сверху. Ловите, чуваки. Вау. Он выжил. Теперь нет. 2600. Там было типа 2970. Примерно 3. Так что я близко. И после легендарного предмета я сразу же пойду, я активирую телепорт. И в идеале за телепорт нафармлю на все остальные предметы, которые есть на этом уровне. Ну, по крайней мере, на все приближающие. Ну, хотя там вот много сундуков. Может быть, нет. Может быть, я еще чуть-чуть пофармлю. Вот я сейчас должен охватать. Типа, прибегу в эту сторону, подберу этот сундук. Тебе два, что там. И потом пойду активирую телепорт. Ножи. Неплохо. При убийстве врага из его трупа спавнятся тинжалы, которые летят и убивают других врагов. И из их трупов спавнятся еще тинжалы, и они летят и убивают других врагов и так далее. Но правда, на самом деле, все не так хорошо, потому что этим тинжалам не будет хватать урона, чтобы убивать других врагов. Но хотя, может быть и будет. И явно будет, если хорошо забилдится в них. Ну, не столько в них, сколько просто в урон. Типа, если крит-шанс разогнать до 100%. Всякие проки набрать, хотя я не уверен, что у них проки работают. Ну, в том плане, что они их прокуют. Вроде бы да. Вроде бы да. Окей, тут два сундука по 372 и красный. И это примерно все, что я тут хочу открыть, потом пойду к телепорту. У меня есть три заряда накопителя прионов. Так что все, что не телепортится и спавнится, я, наверное, без проблем убью. Единственный вариант, когда я не убью без проблем все, что в телепортится и спавнится, это если оно меня убьет быстрее, чем я успею кстановить этот накопитель прионов. Но посмотрим. Укуляли еще одна штука. Шанс прок не меняется от количества стаков, только урон. Точнее, урон, дальности и количества целей. Так что на самом деле, это вполне неплохо. Окей. Рип эти две хрени и ферверки. Не особо хорошо. У, гора. Вот это интересно. Светилище горы. Босс будет двойным, но и награда тоже будет двойной. Имп? Не. Бесчастная орда. Элитных больших виспов. Так. Так. Проблема в том, что они, блин, слишком летающие и мобильные, так что прионами по ним падешь. Так что это ничего особо не сделало. Хм. А, я не хочу сюда. Да случайно. Но там зеленый мультшоп. Это полезная информация. Окей. Окей. Так что, часть из них убить, будет значительно легче. А. Также не ловить заморозку, будет значительно легче. Нееет. О. минус 1 я пожалуй побегу поселишь где нибудь где-нибудь здесь пока уже почти фух так ловить ракеты кто-нибудь ловите прион и кто-нибудь рано как они доджат готова а infusion плюс 1 макс п за каждого убитого противника до 100 еще для балалайки не настолько хорошо как хотелось бы потому что как бы 4 мне не особенно нужно надо и тут тоже все не настолько хорошо как хотелось бы и видим я беру кнут потому что остальное еще хуже но кнут дает мне довольно много скорость перемещения если они не наношу и не получаю урон там спрыгнул сначала я сделал кружок здесь наверное слишком на двух задержался на этом уровне на самом деле посмотрим генератор щита не супер это пазовая брошь дает мне щит при убийстве врагов временный барьер по моему 15 хп за брошь так что очень трешевый временный барьер но что поделать и тут щит который мне особенно нужен ладно поехали по крайней мере неплохой красный предмет хотя могли бы быть варианты намного лучше но посмотрим посмотрим что на этом уровне будет червь я уже вижу и это уже бесит потому что мои глаза и потому что его хрен убьешь но я попал него этим так что минус половинка червя может быть стоило этим попасть во что-то из этого вполне возможно это было бы лучше так не иди нафиг так я вижу принтер со скоростью атаки и скорость атаки это очень хорошо потому что дефолтная довольно низкая так что да хотя бы разок потом я к нему наверно еще вернусь а тут висп явно но у меня нет денег блин два червя серьезно может как-нибудь полегче но не это два странных червя и миллион других врагов древний эльмарианец латунные конструкции или как они там называются вот эти вот гиганты куча грибов и у меня совершенно нет денег потому что я не могу кого-то конкретного убить потому что блин тут сраный червь из-за которого я на месте не могу стоять я абсолютно ненавижу червя это худший вообще в принципе противник в игре не то что худший босс и худший босс тоже естественно ладно а еще висп так что вроде теперь ауешни и дамагови взрываются при смерти это вполне неплохо другой вопрос что мне бы хотелось иметь какой-то бонус к урону не при смерти врагов а просто в принципе потому что мне их убивать чем-то нужно чтобы эффект при смерти проколя а это сейчас не очень получается хотя черви куда-то делись видимо кончились от чего-то не не уверен от чего не знаю я закину сюда еще пару предметов одна аптечка это немножко печально вторая аптечка это очень печально фейерверт это намного более кофе это то что я хотел сюда закинуть так покинул и он потому что там огромная толпа это этого летающего трэша и я побегу а тут мне все три предмета не нравится так что ничего не буду покупать светилища горы еще одна еще один хлыст для повышения скорости вне боя уверен что двойной босс здесь это прям хороший план но почему нет а также я поменяю назначение телепорта то что я хочу них метрикс уйти а дальше на следующий цикл метриксом на стриме посмотрели довольно много один раз да это довольно много но во первых мне не особенно нравится мой ран для того чтобы на метрикс идти особенно теперь когда я потерял обе аптечки во вторых он в принципе довольно сложный так что не уверен что я на манцию не хочу в ближайшее время идти вместо этого я хочу пробежать три уровня после после перехода обратно на первый и самоубийца на обелиске на восьмом уровне и таким образом получить как трансовый скин это звучит как хороший план не уверен что у меня получится что-то с этим сделать учитывая что дамаг я наношу примерно нисколько я не знаю инфьюжн на самом деле дилетина стоило взять она позволяет мне убивать элитных врагов на низком хп но не знаю я надеялся на что-нибудь более более хорошее например на ракету какую-нибудь которая сможет прокать вещи но видимо нет ладно что тут лучший друг дело а худший худший или красный предмет один из худших красных предметов в том плане что он ничего не делает что мне помогало бы большую часть времени он что-то делает только если я умираю и как бы в идеале хотелось бы играть так чтобы я не умирал но вдруг я найду вдруг я найду 3d принтер с красными предметами тогда у него будет приличный шанс забрать кинжал который не хотелось бы терять на самом деле в общем не уверен вообще-то я крикнул еще одни очки да примерно так наемник скейлиться от скорости атаки в том плане что эр атакует большее количество раз у нее длительность фиксированная как бы вроде бы и по дефауту я там типа шесть раз бью с увеличенной скорости в атаке я бью сильно больше раз и это довольно весело ладно а так бонусный урон по боссам а ярость или что-то типа того барабана барабан для этого в общем это хрень это активный предмет который дает мне буст урона и скорости атаки или только скорости атаки при активации просто это как бы достойный эффект но при он и получше будут а я не могу отсюда выбраться нормально не получаю урон от падения увы ладно пойду активирую телепорт если пойму не там еще не все собрал а что не не там это мульти шоп который я видел в котором все плохо но там я также не собрал пару сумков так что я все таки там не все собрал еще один заряд вторички еще один прыжок и мульти шоп с активными предметами которые мне не особенно нужны лучше прионов наверное разве что рерол предметов ну еще пара вещей в конкретных ситуациях окей управляющий модуль соуса накопитель прионов 1 накопитель прионов 2 накопитель прионов 3 червь здесь еще что-то немножко хуже но босс убит я получил еще два браслета а тех же самых нет два других два огненных но вообще хорошо и они от чего откроют а только лели наверное потому что там застакана достаточно достаточно урона я думаю и это вполне неплохо потому что браслеты это очень хороший источник урона особенно когда у меня их оба вида не уверен кого я дамажу при этом блин как я только что сделал дэш и ни в кого не попал я не смог его сделать еще раз я не понимаю и что меня ваншотнуло я не уверен но я воскрешен хорошо потому что вроде бы у меня было довольно дофига хп а потом резко стало минус минус довольно дофига хп я не уверен что это было типа я бы может быть предположил что это весь вплотную к которому я был у меня выстрелил в упор но вроде бы он не должен столько раз попадать одновременно точнее он двумя выстрелами стреляет он не должен мне столько хп сносить одним залпом не уверен ну ладно уровень пройден дело потрачено теперь с ним абсолютно ничего нельзя сделать увы а и я пожалуй пойду и активирую этот артефакт который тут указан треугольник в центре квадрата и все остальное просто чтобы открыть его это довольно нехороший артефакт ну да погнали в общем я нифига не понял что меня убило но дело все таки помог но дело все таки помог другой вопрос что он теперь нифига не делает и как бы если бы я нашел какой нибудь более хороший красный предмет который допустим мой урон на 60 процентов повышает то я бы может и не попал бы в такую ситуацию ладно артефакты все видимо одинаково работают в том плане что одинаково проходится только это антифакт антифакт артефакт не контроля а а того что все враги элитные но в остальном суть то та же самая сам артефакт по мне стреляют враги спавнится несколько сундуков которые я не могу выбирать потому что это не артефакт контроля и враги здесь спавнится только элитные и они будут дропать ключи которые которых нужно три штуки еще получить и убить этого этого босса босс артефакт а нет не хочу изморозку можно мне не ледяных элитников пожалуйста это тут как-то слишком много заморозки нет блин на 5 уровня прошел так что наверное наверное это был неплохой ран это слишком слишком много проблем у этого персонажа потому что летающие враги без адекватного количества предметов я с ними ничего особо не могу сделать сейчас у меня было адекватное количество предметов конкретные предметы в адекватном количестве типа укулеле несколько штук так что летающие враги защищались довольно хорошо а всякие ледяные элитники которые замораживают меня при смерти я из них не могу выбежать если у меня не заряжен в этот момент дэш потому что потому что я я милишник так что я в центре их этого круга когда я их убиваю еще там пара видов врагов которые что-то делают в ближнем бою более опасно как бы примерно все враги что-то более опасно делают в ближнем бою чем в дальнем шотганит пачкой выстрелов замораживает при своей смерти еще что-нибудь там такое и умерка явно недостаточно средств чтобы выживать в такой ситуации без какой-либо очень хорошей удачи в плане предметов то есть даже тупо в том плане что если мне не повезло с несколькими там укулеле или ракетницами или еще какими-то подобными предметами то тупо я ничего не могу сделать летающим врагам потому что если их спавнится больше чем три то все у меня на первых трех уходят все мои обилки потом я сижу и жду десять секунд пока у меня кулдауны пройдут и остальные летающие враги меня расстреливают при этом где-нибудь даже там на втором третьем уровне виспы очень любят спавниться штук по двадцать сразу и все и я умираю потому что у меня нет ничего что может справиться с двадцатью виспами сразу ни в какой ситуации так что наемник на мой взгляд совершенно не очень персонаж им весело играть когда у него есть хорошие предметы и когда его не замораживают замороженный элитник который спавнится абсолютно нон-стопом но как бы у него может быть там пять процентов ранов получаются удачными в то время как у остальных персонажей эта цифра значительно выше потому что им не нужно быть вплотную к противникам все время так что да ну в следующий раз будем тыкать рекса я нифига не помню что он делает кроме того что он свое хп тратит или что-то типа того но разберемся как что он локнуть что у него есть и все тому подобное на сегодня на этом все я надеюсь вам понравилось это видео спасибо за просмотр с вами был Ваймс пока